Здравствуйте! Здравствуйте! Мы продолжаем обратный отсчет до юбилея Великой Победы. С вами Юлия Кленова, вы смотрите СТВ. Вот о чем расскажем в выпуске. И когда они поравнялись с моими орудиями, значит команда по танкам, бронебойным. История Победы в лицах. В ДК имени Пушкина награждали ветеранов Великой Отечественной. Патриотизм это и работа на предприятии, патриотизм это семья. Новое Тимуровское движение и десятки других акций. В Самаре начал работу Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан. И пускай это инсценировка, но все равно это очень важно. С максимальной правдивостью. Во второй гимназии прошла реконструкция военного боя Великой Отечественной войны. Участникам Великой Отечественной войны продолжают вручать юбилейные медали. В среду акция прошла в Самарском доме культуры имени Пушкина. Историю ветеранов, каждый из которых совершил подвиг на фронте или в тылу, услышал наш съемочный групп. Такими наградами можно измерить каждодневный труд и заботу медсестер и санитарок о раненых бойцах. В тяжелых условиях, когда не хватало лекарств, обезболивающего, простых бинтов. И было тем девушкам порой 16-18 лет, не больше. За три военных года, от Москвы до Германии, прошла медсестра Зинаида Алексеевна Грубенко. Прошло 70 лет, и о том времени она читает стихи. Не стоит определять, кто из ветеранов важнее и заслуженнее. Тем более, по наличию тех или иных медалей и орденов. В 18 лет младший лейтенант Гесь Юки Ильич Шнайдер пришел в противотанковую истребительную артиллерию. Смертность там была высочайшая, но героизмом это тогда не считалось. Из этой польской деревушки выскочили танки, самоходки и устремились на наш полк. И получилось так, что они проходили мимо моего орудия. Мимо моих орудий. Нас не видят, а мы их видим. И когда они поравнялись с моими орудиями, значит команда – пацанком, бронебойным. Подразделение Геся Шнайдера уничтожило технику противника и спасло свой полк. Но награду за это ему не дали. Тогда это было обычным делом. Воевали не за ордена, за родину. Народы Большого Советского Союза били врага вместе. Конечно, что бы ни говорить, что бы кто бы ни говорил, без вот этого монолита, без твердости духа многонационального народа, победить было невозможно. Максим Остриков, Эдуард Растегаев, СТВ. В Самаре начал работать Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан. Его первое заседание прошло в городской думе, куда пригласили педагогов, общественников, правоохранителей и представителей властей. Говорили о создании новых патриотических традиций. Какие предложения прозвучали, расскажем в сюжете. Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан не просто очередная бюрократическая структура. Самаре он действительно нужен. В год 70-летия Победы выяснилось. Патриотическую инициативу у горожан хоть отбавляй, а заниматься этими вопросами некому. Наверное, сама у нас обстановка, вот этой активности, инициатив, она нас подвигает к тому, чтобы создать на уровне города вот эту структуру, которая на систематической регулярной основе будет заниматься, опять-таки, подчеркну, не формальной работой, не составлением планов, а живой работой. Для взрослых и школьников разработают комплекс мероприятий. Старшеклассникам, и это уже решено, предложат возродить в школах Тимуровское движение. Кроме того, будут больше привлекать к воспитательной работе ветеранов, воевавших в Чечне и Афганистане. Они готовы проводить уроки мужества, однако в самарских школах не всегда идут навстречу. Эту проблему легко решить, если сделать работу системой. Правильно сегодня говорят нам члены совета, мы приходим в школу, но завуч нам говорит то-то, или мы пришли в школу, а классный руководитель нас не принимает. Это понятно, потому что просто действия не скоординированы. Следующее заседание Координационного совета должно пройти в июне. Участники обобщат опыт патриотических мероприятий, приуроченных к Дню Победы, и начнут планировать новые акции по воспитанию патриотизма. Юлия Кленова, Николай Епифанов, СТВ. Губернатор Самарской области вручил представителям творческих профессий премии и гранты в области культуры и искусств. В этом году сразу 20 деятелей культуры удостоились наград. Из областного бюджета на эти цели выделили более 3,5 миллионов рублей. Подробности далее. За последние годы областное правительство уделяет пристальное внимание сфере искусства и культуры. В губернии вдвое выросла заработная плата работников культуры. Кроме того, в области по инициативе Николая Меркушкина был организован крупнейший фестиваль, рожденный в сердце России. Традиции народные, язык, культура, в том числе национальная культура имеется в виду разных народов. За последние 10 лет министерством культуры области было присуждено 145 премий. Многие проекты носят инвекционный характер и направлены на укрепление культурного потенциала. Благодаря вот этим проектам мы фактически стали инициаторами возвращения на родину таких имен известных поэтов русского зарубежья, как Николай Туроверов в Франции, Алексей Ачьер в Китае. Глава региона также уделил особое внимание предстоящим праздничным событиям и напомнил, что буквально через несколько дней в Самаре состоится торжественное награждение победителей конкурса «Лучший по профессии». Петрина Кунтаевская, Николай Сидоров, СТВ. Сейчас прервемся и вот о чем расскажем во второй части нашей программы. За прошедший период, с предыдущей нашей встречи, нам удалось наконец-то найти бронелисты моторного отсека. Маленькие, но кропотливые шаги большого проекта по восстановлению штурмовика «Легенды». Бронекорпус самолета Л-2 собран. Продолжаем выпуск. Держится на честном слове. Жители дома на улице Некрасовская, 39, всерьез беспокоят состояние их общей кухни. Стены помещения покрыты трещинами, которые постоянно увеличиваются. И жалобы жителей, адресованные сразу в несколько инстанций, пока не принесли никаких результатов. Улица Некрасовская, 39, подолгу находиться на общих кухнях. Жители боятся. Помещения располагаются друг над другом. И несколько лет назад одна из стен начала трескаться. Полы проваливаются, а потолок на первом этаже провисать. Стена несущей не является. Впрочем, жители это по понятным причинам не успокаивает. Наклонилась эта вот стена, это буквально уже за год. Она еще все-таки стояла, и там можно было хотя бы только палец просунуть. Теперь там уже больше просунешь. Вот. И стену повело. У нас же там газовые трубы. Газовые трубы. Электричество проведено. Ну а если это она дернет, то она упадет. И что будет? Но опасения жильцов, ни обслуживающая организация, ни структура их контролирующая, ее деятельность разделять не торопятся. Во всяком случае, визит коммунальщиков и диалог с ними особых надежд на ремонтные работы жителям не принес. Мы обращались в ЖЭО. ЖЭО приходило, то есть и начальник ЖЭО приходил. Она здесь очень громко кричала, ругалась на нас. Сказала, что и сотрудники приходят, платите деньги, мы вам все сделаем. То есть, если даже квартиры не приватизированы, это обязанность их нет, то что здесь бесплатно им должны все это обеспечить. Их это не волнует. Татьяна также обращалась, это наша соседка, обращалась в жилищную инспекцию уже 2-3 месяца. То есть, и не только она, и многие здесь хозяева обращались. Никакой реакции есть. Нет, никто не приходит, никому не интересно. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. И к другим темам. Самарскую многодетную маму отметили знаком отличия. В семье Могилевич 6 детей. Самому старшему из них уже 19, младший только пошел в школу. У каждого успехи в учебе и спорте. Награду вручил председатель городской думы Александр Фетисов. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Всю большую семью Могилевич собрать за одним столом весьма непросто. У каждого свои дела, за всех отдуваются мама и папа. Они с гордостью рассказывают про своих детей. Пять девочек и один мальчик. У каждого свой характер и свои особенности. Кто-то любит спорт, ну а кто-то искусство. При этом они остаются дружной и позитивной семьей. Бывает все, как и трудности, и бессонные ночи, особенно когда дети были маленькие, вот, и быт, и все. Ну, это все компенсируется любовью детей. Вот, это все заменяет, и все трудности, и все это забывается, когда видишь своих деток, как они растут, радуешься их успехом, там, переживаешь за них. Ну, это жизнь, я как-то вот по-другому не представляю. В молодости не было планов родить и воспитать шестерых детей, вспоминает многодетная мама Людмила. Супруг шутя добавляет, как-то само вышло. Знак отличия, как почетная награда за материнскую доблесть. Вне зависимости, да, от времени, мать всегда есть мать. Мать, которая провожала на фронт, там, в годы войны. Мать, которая воспитывала и давала путевку в большую жизнь, там, уже в мирные годы. И сегодня, да, это мама, взаимодействие с хорошим папой, да, вот, как мы, Валерий Валерьевич, да, которые воспитывают и детей тоже отправляют в большую жизнь. Совсем скоро в областной столице появится скульптура, символизирующая подвиг многодетных материн, чтобы их семьи стали примером для всех самарцев. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Самарские школьники займут пост номер один у Вечного огня на площади Славы. Службу в почетном карауле учащиеся нескольких школ будут нести во время майских праздников. Воспитанники 163-й школы уже провели несколько репетиций. На одну из них побывала наша съемочная группа. Прабабушка-девятиклассница Ирина Лубенкова спасала раненых солдат во время Великой Отечественной войны. Также воевал и прадед. Для нее участие в почетном карауле в юбилейный год Великой Победы – это историческое событие. Хочется сказать им всем спасибо, надо им помогать и сохранять вот эту память о них. Им это должно быть приятно, ведь время войны было тяжелое, и они проявляли столько мужества. 6 мая у Вечного огня службу будут нести 25 человек. Остается всего несколько дней, чтобы отточить мастерство военнослужащих. Полный четкий строевой шаг пока дается нелегко. Курирует школьную роту почетного караула преподаватель математики Софья Кусаинова. Очень много было сделано работы, очень много. Значит, ко Дню Победы мероприятий очень много было сделано. Поэтому, и когда узнали родители, что нашим классу досталась такая миссия, почетная, не только для нашего класса, но и для школы, то было очень приятно слышать от родителей волнительные слова, что это достойно, что ребят хоть запомнят, что это надолго у них останется в памяти. Также 5 мая по всему городу пройдет акция вахты памяти. Самарские школьники отдадут дань памяти героям войны возле всех мемориальных объектов города. Анастасия Шамшурна, Эдор Тристигаев, СТВ. Территория военных действий. Ученики музыкальной школы номер один и второй гимназии приняли участие в реконструкции боя. Организаторы постарались максимально реалистично представить действия. От декораций до шумовых эффектов. За происходящим наблюдали мои коллеги. Первые взрывы на поле боя, раненые. Красная армия, не выдержав натиска врагов, вынуждена отступать. В какой-то момент советские солдаты пытались противостоять, но ответный пулеметный огонь остановил всякое сопротивление. По такому сценарию во дворе второй гимназии развернулась историческая реконструкция боя Великой Отечественной войны. И, пожалуй, единственная неточность – это возраст солдат. Ведь в качестве актеров привлечены старшеклассники. Дети, глаза горят, форма начищена, хоры готовы. Поэтому надеемся, что будет хороший праздник. Как признаются школьники, участвовать в таком действии для них огромная честь, даже если роль отрицательная. Главное – память. Главное – помнить, какой подвиг для нас сделали наши деды и все. А какая разница? Ну, выиграли – победа главная. Главными зрителями реконструкции стали ветераны войны и труженики тыла. Во время игрового сражения они вспоминали свои боевые будни. У меня день победы был – это дальнейшее проживание, остаться живым, не умереть с голоду и не погибнуть. Поэтому я преклоняю колени перед всем советским народом. Здесь очень здорово, очень хорошо продумано, все замечательно поставлено. Столь масштабное действие в школе было организовано впервые. После реконструкции боли была объявлена минута молчания в честь тех, кто не вернулся с фронта домой. На завершение праздничного мероприятия перед ветеранами выступили хоровые коллективы и солисты музыкальной школы номер один и второй гимназии. Финалом программы стало исполнение песен военных лет Большого сводного хора. Катерина Глантаевска, Николай Сидоров, СТВ. Помочь ветеранам. Поддержка участников войны и тружеников тыла происходит на разных уровнях – от общественных организаций до федеральных властей. Им оказывают материальную помощь, делают ремонт, помогают с приобретением необходимых вещей. Социально ответственный бизнес тоже не остается в стороне. Из Совета ветеранов Кировского района. Репортаж нашей съемочной группы. Помещение Совета ветеранов теперь не узнать. Раньше были обшарпанные стены с обвалившейся штукатуркой и потеками воды, грязные потолки, старые коммуникации. Исправить ситуацию решили в «Газпром Трансгаз Самара». Ремонт сделали своими силами в кратчайшие сроки – за две недели. Ветераны просили успеть до 26 апреля. Сделали несколько помещений, поменяли двери, подвесили подвесные потолки. Восстановили проводку, убрали лишние конструкции, которые здесь торчали из стен. Поэтому работа была проведена достаточно серьезная. Спасибо за оказание нам такой большой материальной помощи в ремонте Совета ветеранов. Ветераны района и участники Совета ветеранов благодарны за такую хорошую работу. Помощь ветеранам – одно из направлений благотворительной работы «Газпром Трансгаз Самара». В предпраздничные дни во всех филиалах предприятия поздравляют участников тех великих событий. Проходят акции по уборке памятных мест. Оказывается, адресная помощь. Максим Остриков, Эдуард Растегаев, СТВ. Маленькие, но кропотливые шаги большого проекта. Энтузиасты, которые участвуют в восстановлении штурмовика «Легенда Ил-2», собрали весь бронекорпус. И теперь самолет состоит из частей уже семи машин времен Великой Отечественной, которые покоились в болотах и других труднодоступных местах по всей России. Как закалялась сталь в продолжении серии репортажей Дина Сметановой. Они не любят громких слов, но сам уникальный проект стал громкой заявкой на то, что в регионе трудятся летчики-конструкторы высочайшего класса. Работа по восстановлению «Л-2» из родных деталей кипит и в будни и выходные дни. Это проект некоммерческий. Вы знаете, что новосибирцы два года назад американскому инвестору сделали такой же самолет, но он только внешне похожий. И он ему обошелся, порядка 3,5 миллионов долларов. Он сейчас летает в Америке. Но двигатель импортный, внутри все импортное. А этот самолет останется в Самаре, и он должен быть такой же, какой делали наши земляки во время войны. Сейчас участники проекта собрали бронекорпус машины. Задняя кабинная часть уже окрашена, а лицевую еще предстоит доработать. При вынужденных посадках во время Великой Отечественной она повреждалась в первую очередь. Наконец-то совместно с поисковиками города Волоколамска из Подмосковья нам удалось найти бронелисты от отдельных самолетов. Вот сейчас мы их подгоняем, стыкуем. Вы видите вот эту серую часть, которая очищена, пескоструйная обработка. Это вот как раз броневая часть моторного отсека. Некоторые, правда, к сожалению, расколоты, но будем восстанавливать. В гаражных условиях работы над таким проектом была бы попросту невозможна. По сильной помощи оказывают самарские оборонные заводы. Поступили необходимые детали, чтобы продолжать сборку центроплана. Конструкторы готовятся к его стыковке с бронекабиной. В начале следующего года планируется испытание двигателя на стенде. Сам блок уже готов. Практически все делается вручную. Второе дыхание проекту дали два гранта. Правительство Самарской области и президентский грант. Участники проекта ощутили весомую поддержку. Считают, если так будет и впредь, есть все предпосылки к тому, чтобы Л-2 поднять мирное небо на 71-ю годовщину Великой Победы. Дина Сметанова, Владимир Терентьев, СТВ. В Самарском регионе готовятся отмечать 1 мая. В праздник весны труда областная федерация профсоюзов. По традиции проведет шестный митинг. С 9.30 в течение часа на улицах Пуйбышева и Матогвардейской будут формироваться колонны из представителей общественных организаций, политических партий, горожан. В 10.30 колонны двинутся в сторону площади Пуйбышева. Возглавят их руководители областного правительства и администрации Самары. В этом году на митинге будут честовать тружеников тыла. С концертными номерами выступят творческие коллективы. Для детей откроется город мастеров. На других тематических площадках будут проходить бесплатные консультации в сфере здравоохранения, соцзащиты, образования и занятости. Ожидается, что в празднике примут участие свыше 20 тысяч горожан. Организаторы приглашают всех желающих. Мастер-класс для юных спортсменов. Игроки и тренеры баскетбольного клуба «Самара» продемонстрировали свои навыки владения мячом. Для первоклассников обычный урок физкультуры превратился в настоящий спортивный праздник. Что из этого получилось в сюжете нашего корреспондента Александра Семенова. Мальчишки с горящими глазами смотрят за игрой баскетболистов. Тренировки профессиональных спортсменов они видят впервые. Для них такое мастерство – настоящее откровение. Спортсмены показывают свои возможности. Это итог многолетних упорных тренировок. Сами же начинающие баскетболисты давно для себя определили, почему выбрали этот вид спорта. Мне нравится баскетбол, потому что это быстрая игра. Тут надо прыгать, бегать. Детей все раньше приводят в баскетбол. Если еще совсем недавно начинали лет с 10, то сейчас на паркет впервые выходят уже в 7-летнем возрасте. Такая тенденция должна пойти на пользу самим игрокам, считают более взрослые спортсмены. Лучше с самого детства начинать. Родители молодцы, что определили детей сразу в баскетбол. Потому что когда очень тяжело начинать с пятого класса. В составе баскетбольного клуба «Самара» выступают игроки со многих городов. Они когда-то также начинали в небольших спортзалах. Но у каждого была мечта стать профессиональным спортсменом. К этой цели многие шли по несколько лет. Глядя на школьников, становится понятно, что и они загорелись. Стараются повторить каждое движение, каждый финт. Не у всех все получается. Но юноши не отчаиваются. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. И на этом все информации. Далее смотрите прогноз погоды и программу «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского. Читайте наши новости первыми в социальных сетях, в группах «Скат СТВ «Самара» и заходите на сайт радиокомпании «Скат». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.